Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова великого учителя еврейского народа Раби Акива. Я просто напомню то, о чём говорит Раби Акива. Это 13-я вишна, 3-я глава. Раби Акива говорил, «Скок векалут рожь, насмешка и легкомыслие приводят, приучают человека к разврату». «Масорот сияк для Тора», значит, «традиция ограда для Торы», «Масорот сияк для Ушер», «отделение десятины», «ограда для богатства», «Недарим сияк для Пришут», «Обеты» – это ограда для того, чтобы человек не попал в сети греха, хорошо. «Сияк для Хохма штика», «Ограды для мудрости», «Молчание». Итак, надо понять, отчего как бы предостерегает Раби Акива. Ну, казалось бы, ведь это печаль, это гораздо большее нарушение воли Творца, чем наоборот. Мы получили из Торы предупреждение, за что приходит Галут, из-за того, что ты не служил Творцу в радости. Так в чём разница между радостью, да, «Ошерловатое ташемену кейха бессимха», «Симха» и «Схок», «Насмешки», «Вэкалут рож», «Легкомыслие», «Приводит человека к разврату». Ну, очень непонятно. И почему, например, Раби Акива не сказал «Глубокомыслие», в противоположность легкомыслию, да, и страх – это то, что защищает человека, ограды. А это то, что приводит человека. Сказано «Насмешник» – это как щит, который смазан жиром. Сколько бы стрел туда не пыталось попасть, они все отскакивают. Почему же это приводит человека, приучает человека к распущенности, к разврату? Больше того, Толмут приводит, что, ну, когда большая заповедь веселить жениха и невесту во время свадьбы. И вот описывается, что большие еврейские мудрецы, когда они видели, что слишком веселятся, слишком теряют голову, даже мудрецы, они совершали какие-то действия, чтобы уменьшить это как бы легкомыслие. Рав Аши, сказано, во время свадьбы своего сына, Рав Аши составил Вавилонский Толмут. Когда он увидел, что еврейские мудрецы слишком веселятся, он взял стакан. Это из белого стекла. Это стакан, который стоил огромные деньги. Ну, если бы сейчас сказать, один бокал, который стоит, ну, я не знаю, 5000 долларов. И перед всеми его разбил, тогда все немного остановились. Может быть, из-за этого обычая, который был, ну, из-за этих вот нескольких случаев, который был во время свадеб еврейских мудрецов, есть у нас обычаи, когда под хупой жених разбивает стакан в память о разрушении храма. То есть, когда будет веселье, когда будет полная радость, О, когда будет отстроен храм, когда придет наш царь Машеев. Так написано в Талмуде. Ямар сказал Раби Йоханнам от имени Раби Шимана Бар-Йохая, ученика Раби Акина. Запрещено человеку раздирать рот смехом, то есть, терять голову в этом мире. Как сказано, так сказано «Азымалесхок пину». Тогда, написано в псалмах царя Давида, тогда наполнится наш рот смехом. Когда? Когда скажут среди народов «Игдиль ашем лаасот имели» «Великое сделал Творец с этими, с нами». И сказано так про Рейш Лакиша, ученика и хеврута Раби Йоханнана, когда он услышал это от Раби Йоханнана, никогда больше полностью не овладевало им радость и смех. И описываются разные события. Несомненно, это большая радость у отца, когда он женит сына или дочь. Но как, чтобы схок – это насмешка, и легкомыслие не овладевали человеком? Но сказано по-другому. «Маргелин», что значит, «приучают», «эргель» – это привычка «ле эрва» к нарушению. Мы бы могли подумать, ну что это такое? Еврейские мудрецы, они защищены бронёй мудрости. Это про них тоже можно сказать. И это мы видим из Талмуда, то, что как большие мудрецы останавливали эту радость. Больше того, объясняют комментаторы, что это значит «приучают к разврату». Когда человек ведёт себя легкомысленно, с чужой женой, даже со свободной. Сказано, что он должен быть очень в рамках, не терять голову. Почему? Например, человек входит в холодную воду. Сначала его бьёт оторобь, его всё тело покрывается пупырышками. Постепенно он привыкает. И оказывается, таким образом действует маленькое нарушение. Он не чувствует ничего. И так написано в трактате Йом. Человек делает одно нарушение. Он очень переживает. Но когда он её повторяет, это нарушение, и ещё раз повторяет, она становится, это нарушение становится для него как разрешённое. А через какое-то время, как митцва, всё переворачивается. Он сделал маленький шажок. И сказано так, что дурное начало представляется человеку сначала как паутина паука. Вы знаете, можно просто дыханием её разорвать. Но если человек делает первый шаг, второй шаг, она становится как вожжи, которым запряжён он, и которым управляет его дурное начало. Это то, что сказано в Талмуде. У-е-церара. Он дурное начало. Гу-сатан. Он тот, кто сбивает человека с пути. У-малаха-мавет. Он ангел смерти. Сначала человека, ну, не надо уж так полностью погружаться во всё. Чуть-чуть отдохнуть. Чуть-чуть расслабиться. Чуть-чуть легкомыслия. Чуть-чуть насмешки. И постепенно, постепенно, постепенно человек не ощущает, как он становится рабом дурного начала. Поэтому, говорится, не дай ему мизинец, чтобы он не откусил всю твою руку. Хорошо. Объясняет это Медраж Шмуи. Что значит «маргелин», приучают человека к дурному. Это путь дурного начала. Он говорит, ну, сделай лёгкое нарушение. А после этого он увеличивает, увеличивает воздействие и власть над человеком. Это то, что называется «сила нечистоты», которая овладевает человеком. И чтобы человек не подумал. Ну, я сделаю лёгкое нарушение, потому что потом это будет как канаты. Потому что одно нарушение приводит к другому. И нет того, чтобы человек остановился на одном. То есть, это растёт, растёт, растёт так, что он уже, это уже, знаете, как какие-то гурманы. Мне показывали один ресторан в Нью-Йорке, где ужин стоит 2000 долларов. Причём японский ресторан, куда записываться надо за несколько месяцев. Что такое? Там подают такое, ну, непростое там, я не знаю, бифштекс или что-то. А из чего-то – это то, что человек, уже ему не хватает обычного, уже он хочет дальше, дальше. Это, я говорю, пример для понимающих на уровне еды. Идёмте дальше. И это то, что пришёл Раби Акива научить. Что насмешка и легкомыслие, кажется, что это лёгкие какие-то, это вообще почти не нарушение. Они приводят человека к тому нарушению, за которое человек должен отдать жизнь, но не нарушить. Вы знаете, убить, поклониться идолу или разврат, чтобы не совершить это, человек должен даже идти на то, чтобы его убили, но не нарушить. Так вот, о чём говорит Раби Акива. И поэтому я хочу вам привести один пример. Это то, что в прямой написано в Таре. Когда ты выйдешь на войну против врага своего, китицы, и увидишь там женщину красивую и так далее. Потому что там была привычка у народов мира, чтобы своих дочерей одевать самые праздничные платья, когда идёт война, чтобы они отвлекали нападающих. И дальше эта глава сказана, что Тара разрешает ему во время войны быть с ней. А после этого он не имеет права быть с ней, он должен привезти её в свой дом, она стрижёт полностью свои волосы, она снимает это нарядное платье, а запрещено истричь ногти. И вот она должна оплакивать месяц своих родителей, которые погибли и так далее. И если после всего этого этот человек женится на ней, то трактация «Недрин» говорит, что от неё у него может родиться сын бунтующий, сорер умуре. Сорер, сходящий с пути, море, который сам становится учителем своих родителей, то есть бунтующий. И что он делает? Ворует деньги у отца, покупает огромное количество мяса, огромное количество вина, не может сдержаться. И причём эта глава в Торе, бен сорер умуре, это именно в период от 13 до 13,5 лет, есть мнение 13 лет и 3 месяцев. И вот это родители предупреждают его, за первый раз они дают ему, мудрецы, удары палками, а второй раз его должны убить. Как? Мальчика, 13 лет и так далее. Сказано «Амда Тора Альсов Гомру». Тора видит, чему это может привести. Сейчас он только ворует у отца, покупает, не может сдержать свои страсти, вино, мясо и так далее. А в конце он будет стоять на перекрёстке дорог и гравить людей. Пусть он убрёт до того, как он совершит всё это. С другой стороны, в Танмуде сказано «Никогда такого не было». Зачем же Тора говорит «Учи и получишь плату, чтобы предупредить». К чему это может привести? Но с чего? Тора разрешила красивую женщину, которую видит человек на войне. Но как это можно понять? Кто шёл на войну? Кто шёл на войну в еврейском народе? Только цельный праведник, который даже не делал нарушения Дерабону. Человек, который, надевая ручной тфелин, после этого что-то случайно сказал, и он должен произнести благословение на головной тфелин. Он уже на войну не шёл. Как так? Ну что это за... Он на войну цельный праведник. Так как же цельный праведник увидит там красивую женщину, девушку и так далее? Как Тора ему... Как этого можно соединить? Хофицкайм идёт на войну. Вы понимаете? Я не знаю. Хазуниш. Рафшах. Вот они идут на войну. Равицкак, Зильбер. Вот. Это невозможно себе представить. Поэтому есть такое глубокое объяснение. Орахай Макадош. И он говорит, что здесь говорится о чём? О душах, которые были в еврейском народе. И за какие-то нарушения оказались в других местах. В плену у силы нечистоты. И благодаря этому, что он женится на ней, он берёт её, возвращается эта душа, она проходит Гиюр, она возвращается, эта душа в еврейский народ. Но рождается этот сын, и смерть его очищает. Но это выше нашего понимания, несомненно, это то, что объясняют Орахай Макадош. Почему он называется Орахайн? Это Рафхайн Бен Атар. Он называется по названию своего комментария Орахай Макадош. Свет жизни святой. Немногих называют в еврейском народе Кадош. Так это те, у которых понимание и глубина понимания гораздо выше нашего понимания. Ну, хорошо. Пойдём дальше. Тара разрешила. Но давайте посмотрим вот то, что говорит Раби Акива. Маргелима, да. Приучают человека. Одно маленькое нарушение ведёт больше, больше, больше. В другом месте Талмуд говорит. На что похож Ецарара? Он похож на прохожего. Он стучит. Простите, можно к вам? Корочки хлеба не найдётся. Приходит, как проситель. И так далее. Постепенно. А корочка хлеба как-то без первого. А если первый, так что же это такое бифштекс? Постепенно как он превращается в хозяина, хозяина дома. И это первый соблазн. Причина первого греха объясняет наши святые книги, что Нахаш, вот тот, кто соблазнил Хаву, у него были две ноги, и он был один из мудрейших творений Творца, и он должен был выполнять поручение Адама. Адама объяснили наши мудрецы, что на плечах у этого Нахаша сидел тот, кто называется Ецарара, тот, кто называется Сатан, тот, кто называется Ангел Смерти. И он им управлял. И когда Хава сказала, что, ответ на него, а что, вам нельзя вообще есть от плодов этого сада? Спросил у него. Нет, можно, но только от этого дерева познание добра и зла запрещено нам есть и даже дотрагиваться до него. А, дотрагиваться. Что делает Нахаш? Он толкнул Хаву, и она дотронулась до дерева. Посмотри, ты не умерла. Значит, и все остальное тоже с вами не произойдет. А в день, когда вы поедите от него, вы станете, как всесильный, и сможете творить миры. И после того, как поела от плодов Хава, она дала своему мужу Адаму, и есть мнение, что она выжила сок этих плодов. Одно из мнений, что это был виноград, и она выжила и дала ему пить сок этот. Почему Адам совершил это? Ведь дурное начало было вне его. Перед ним была только истина и ложь. А стало добро и зло после того, как он выпил. До этого все то, что было как возможность греха, было вне его. А теперь это стало внутри него, и он говорит, я хочу. Почему же Адам выбрал это? Потому что он хотел служить Творцу и прославить Творца, спускаясь в темноту. Спускаясь в материальность. Но сказано, что Творец опустил его. До этого Адам пронизывал с собой все сотворенные миры. От самых высших духовных миров. И только касался материального мира. Сейчас он погрузился в материальный мир. И тогда это служение Творцу, пробиваясь к свой сельбь в самую густую грязь, самую дурно пахнущую сточную яму. Чтобы пройти весь этот путь и вернуться. Еврейский народ вернулся в состоянии Адама до греха, когда мы сказали наасева нишма. Что бы то нам ни дал, мы готовы делать, а потом будем слушать. За день до дарования Торы мы поднялись на этот уровень. Но давайте вернемся и посмотрим, как человек неосторожен и делает маленький шаг, легкомыслив. Ну что это такое? И вот рассказывается притча об одном человеке. Он поехал на своем осле в дальнюю деревню, чтобы купить дойную козу. И он купил козу и повисал ей на шею колокольчик. Он взял веревку, привязал один конец к хвосту осла, а другой к ленточке колокольчик. И поехал домой в хорошем настроении. Коза идет за ослом. Человек слышит звук колокольчика и знает, что все в порядке. Какая у него будет замечательная жизнь. Сколько молока будет давать эта коза. У Шламлейхова есть один рассказ про заколдованного козу. Про то, что человек купил козу, а посередине она превратилась в козла. Целая история. Но это притча. Что она говорит? Идет человек и, слыша колокольчик, уверен, что коза идет за ним. И увидели этого человека три озорника. Скажем мягко так. И один сказал другим, у меня есть идея, как украсть у этого козу. А второй сказал, что козу. Я могу украсть у него осла, на котором он едет. А третий посмотрел на него и сказал, коза, осел. Все это ничего. Я смогу украсть его одежду, в которой он одет. Сказали они и так и сделали. Подкрался первый. Снял колокольчик с козы и подвесил ее к хвосту осла. Отвязал веревку и забрал козу. А человек едет на своем осле, слышит колокольчик, который уже на хвосте у этого осла. И уверен, что вот какое молоко у него будет. А он будет делать из этого брынзу. Второй поджидал его на некотором расстоянии. И он сказал, скажи, пожалуйста, это, ну что, новая мода? Привязывать колокольчик к хвосту осла? Этот человек увидел, сошел и содрогнулся, куда исчезла моя коза. Ну, не мог же, вор далеко уйти, сказал этот второй. Давай, знаешь, я посторожу твоего осла. А ты беги, беги за тем, кто украл твою козу. Побежал человек изо всех сил назад. Но ни козы нету, ни вора. С тяжелым сердцем он вернулся обратно. Осла нет, и нет того человека, который обещал хранить его осла. Пошел он пешком, а солнце палит. Дошел он до колодца. А возле колодца стоит какой-то человек и плачет, плачет. Он говорит, что такое? Почему ты плачешь? Он говорит, ну как мне не плакать? Я хотел утолить жажду. Наклонился над колодцем. И туда упал мой кошелек, полный золотых динаров. Сегодня несчастный день и у тебя, и у меня, сказал этот человек. У меня сегодня украли козу, и у меня украли осла. Что коза, что осел, сказал этот незнакомец. Если ты достанешь из этого колодца мой кошелек, то в награду ты получишь такие деньги, что ты сможешь купить 10 коз и 10 ослов. У человека появилась надежда. Похоже, удача вернулась к нему. Он быстро снял одежду и по веревке спустился в колодец. Но поиски ничего не дали. И воздух в легких кончился. Когда он вылез из колодца, то не нашел ни человек, ни одежды. О чем говорит эта притч? Человек беспечный. Он делает только один шаг. Ну, казалось бы, ну что легкомыслие? Ну, что насмешки? Ну, что это? Приятно провести время. Чуть-чуть расслабиться и так далее. А в конце концов он стоит голый, без одежды, без осла и без козы. И, к сожалению, эта притча очень часто напоминает нам самих. Как часто думает человек, ну что на самом деле я сделаю? Ну, что нельзя поговорить по телефону, обсудить какого-то соседа, сказать все то, что я думаю про какую-то соседку? Вы понимаете? Ецерара – это тот же самый сила, что и сатан, который сбивает с пути. Это тот же самый, который получает, да, пусть того, как он приносит донос на небо перед Творцом право, спускается и забирает душу того, кто так легкомысленно сделал один шаг, другой шаг, третий шаг. Из паутины это стало ниточкой. Ниточка превратилась в веревочку. Веревочка превратилась в корабельный канат. И человек становится на четвереньке. И на нем восседает это дурное начало, этот сатан, этот ангел смерти. Но так объясняет Рафхайм Фридлендер. В чем отличие от той психологии, которая говорит, что все то, что есть в человеке, никак нельзя изменить. Ну что это такое? Приходит человек к психологу. И тот ему объясняет. Это не ты виноват. Это твои родители. Они неправильно тебя воспитывали и так далее. Ты, у тебя есть причины, почему ты так, а не по-другому. Или другое какое-то свойство есть у человека, которое запрещено по Торе. Говорят ему, ну что это такое? Это же природа. Это не болезнь. И человек становится на четвереньке. И подчиняется своему дурному началу. И так написано в Талмуде. Говорит Творец. «Я сотворил дурное начало, и я сотворил единственное лекарство против него – это Тора». Только благодаря этому человек может защититься от дурного начала. И это только первый шаг, что мы прочитали, что скок на смешке, выколут рожь и легкомыслие приводят, приучают человека к разврату. Страшные вещи. Сказано, кто является мудрецом, тот, кто видит зарождение. «Руэйта нолад». Один шаг, куда он может увести. Но на сегодня это слишком у нас серьезный был урок. И поэтому мы должны быть очень сосредоточены, очень серьезны, очень глубокомысленны. Ибо Изратошем – Творец, чтобы защитил нас от легкомыслия и насмешки. Продолжение следует... Продолжение следует...